Вся наша приемная кампания опирается на ряд нормативных документов. В августе 2020 года вышел приказ Министерства науки и высшего образования о том, как с 2021 года будет осуществляться прием вузы. Там были внесены ряд изменений. Самое, наверное, для нас важное изменение – это прием зачисления абитуриентов в два этапа. Если в прошлые годы это было зачисление в три этапа, то первый этап – это все, кто внутри квоты идут. Это целевики, это инвалиды, дети-сироты, это те, кто без вступительных испытаний на основании побед во всероссийских олимпиадах. Дальше мы 20% на втором этапе зачисляли. И между вторым и третьим этапом у ребят была возможность еще посмотреть какие-то свои новые возможности. В этом году все сократили, оставили только два этапа. Первый этап, опять же, в рамках квоты. И там обычно, смотрите, как квота выделяется. Допустим, 10 бюджетных мест, квота 10%. Это значит, что по квоте из 10 мы можем зачислить только одного человека. А остальные 9 уже будут зачисляться массово в августе месяце одним потоком. То есть там уже принимать решение о том, куда ты проходишь, и побегать между вузами не получится. Там нужно будет уже массово так основательно. Второе изменение – это то, что в конкурсных списках не будет фамилий, имен и отчеств. Будут номера с НИЛС, если у абитуриентов они есть. Поэтому в конкурсных списках посмотреть всем абитуриентам и их родителям не будет возможности, чтобы сравнить с кем-то. То есть мы видим чистые номера и видим свое положение вот среди этого списка. Третье нововведение – это предоставление вузам право выбирать, на сколько направлений в вузе они могут подать документы. То есть так и остается 5 вузов. В 5 вузов можно подать копии. Но в этом году, по большому счету, то же самое, как и в прошлом, остаются копии. Потому что оригиналы разрешено приносить в течение учебного года. Зачисление будет не по наличию оригинала, а по наличию так называемого заявления о согласии. Согласие о том, что я согласен, чтобы меня зачислили в данный вуз на данное направление. И поэтому можно 5 вузов выбрать, но в каждом вузе вуз сам определяет, на сколько направлений. То есть от 2 до 10. Я видела вузы, где 3 оставили, как в прошлые годы. Я видела вузы, где 7, где даже 10 направлений. Но я, вероятно, думаю, что это те вузы, у которых очень большой спектр приема. У нас спектр приема в МИФИ тоже достаточно большой. Это у нас в Сарове всего лишь 8 направлений подготовки и 1 специалитет. Но нам разрешено на 6 направлений подавать. То есть ребята выбирают 6 направлений. И дальше уже на какое-то из этих направлений, уже ближе к моменту поступления, подают заявление о согласии на зачисление. То есть это третье. Вот такое нововведение. Четвертое нововведение – это изменение сроков приема. Ну, естественно, на раз-два этапа, то зачисление только два этапа. Но вот кроме вот этого приказа, который вышел в августе, буквально в 1 апреля, вышел еще один приказ, который называется уже об особенностях приема на 2021 год. Почему? Опять же, в некоторых районах, в регионах России остается серьезная ситуация с пандемией. Поэтому в этом положении, в этом приказе определено, да, первое, что подача документов дистанционна, в первую очередь. Вторую очередь, сроки изменены. Сроки изменены уже опять в соответствии с тем, что ребята, вот допустим, вот сегодня написали математику русские, они уже написали 3-4 июня. Для нас важна физика, поэтому они пишут 11 июня, а известно, она будет где-то 25 июня. И продлили сроки подачи документов, только документов, аж до 29 июля. То есть в прошлые годы это было 23, 26, сейчас уже 29, и последнее зачисление у нас будет 17 августа. 17 августа при этом сделали большой-большой перерыв в 6 дней между последней подачей согласия на зачисление и именно зачисление. В прошлом году с чем мы столкнулись? С тем, что у нас было несколько человек, я думаю, что по стране это было очень большое количество ребят, которые по незнанию, а может быть, ну вот так сложилось, подали согласие о зачислении в несколько вузов. А у нас же нет возможности определить, где еще, да, они есть. Поэтому мы зачислили ребят, и где-то у нас такой один человек был, к счастью, который в результате выяснил в сентябре, что он поступил еще в другой вуз, и он остается там. Вот. А в больших-то городах, наверное, таких ситуаций было много. Поэтому в этом году, 11 августа, подается последнее заявление о согласии на зачисление, и только 17 августа происходит зачисление. Вот эти шесть дней федеральная информационная система будет проверять, где вот такие вот дублирующие подачи заявлений, чтобы исключить такие случаи. Вот. Сейчас же все решается вопрос именно заполнения бюджетных мест, и вот чтобы не было такого, чтобы и места были целевым образом использованы, да, и у всех была равная возможность, в принципе, вот этот момент включили. Да, еще одно нововведение, я считаю, что оно расширило возможности наших абитуриентов. Нам разрешили вузам определять ЕГЭ, третье, допустим, по выбору. Если у нас раньше на все направления, вот кроме экономики, была физика, то сейчас на некоторые направления, прикладная математика, информатика, информатика, вычислительная техника, информационная система и технологии, мы добавили еще и информатику по выбору. То есть ребята могут сдавать оба экзамена, а предоставлять в вуз то, что более выгодно. То есть если у него, например, по информатике больше баллов, то он предоставит информатику. Вот. И я думаю, что это очень хорошо. Но единственное, что... Вот по экономике у нас, например, было общество знания, а стало общество знания и история. В разных вузах это по-разному вопрос решался, то есть это нужно смотреть на страницах вуза. А в этом году количество бюджетных мест у нас больше, чем в прошлом году. То есть если в прошлом году у нас были зачислены ребята еще на платные места, то вероятно всего, что в этом году мы сможем удовлетворить всех, у кого были менее высокие баллы. Потому что в прошлом году проходной балл был 160. В этом году мы пока не знаем, сразу предупреждаю, потому что мы не знаем, как сдадут ребята ЕГЭ. Мы не знаем, какой к нам придет абитуриент и какое направление будет пользоваться больше популярностью. Поэтому на каждое направление будет свой проходной балл. По вузу, да, у нас вообще установлено 150, и на платную форму тоже. Я хотела предупредить всех, что на платную форму те же самые требования, что и на бюджет. Просто есть такой миф, что на платную я хочу, я приду, неважно чего у меня там. Все требования точно такие же. Просто выстраиваются ребята в рейтинге по ЕГЭ, по индивидуальным достижениям. Все, кто впереди идут на бюджет, все, кто ниже, могут, в принципе, по желанию пойти на платную форму обучения. Но для этого минимальные баллы по дисциплинам, по ЕГЭ должны быть. У нас на платную форму каждый год утверждает 150 баллов тоже. То есть если там 149, мы уже, к сожалению, не сможем не то что зачислить, принять даже документы. То есть я хочу напомнить слушателям и зрителям самый важный момент, что вся информация выложена на сайтах вузов. Обязательно знакомьтесь с ней, потому что это очень важная информация. Эта информация меняется постоянно. Но сейчас уже не меняется количество бюджетных мест, не меняются пока сроки. То есть сроки определяются все-таки министерством. И не меняется минимальное количество баллов. Вот они как установлены, все это. Но какие-то подвижки, мало ли что, бывают. За этим надо все следить на сайтах. Мы в этом году очень много активностей. В прошлый год нас закалил. Мало того, что мы освоили полностью информационную систему. Абитуриент-студент, не ЯУМИФЕ. То есть что, опять же, ребята-абитуриенты должны знать. Что сейчас на данный момент есть три вида подачи документов. В некоторых регионах это может быть очная подача документов. В частности, у нас по Нижегородской области 21 мая пришло распоряжение министра образования, науки и молодежной политики, нашего нового министра, о том, что в Нижегородской области прием документов в ВУЗы осуществляется очно с соблюдением всех мер безопасности. Может быть, дистанционно. В некоторые ВУЗы пользуются дистанционно госуслугами, некоторые пользуются порталами, поступая правильно, некоторые пользуются своими информационными системами. Вот у нас есть своя информационная система. В прошлом году ее освоили легко ребята и абитуриенты, и наши приемщики-студенты. И я думаю, что в этом году не вызовет никаких проблем. Ну, и Почта России. Ну, Почта России пользуется крайне редко, потому что все-таки это сроки, да, достаточно длительно. Вот, поэтому у нас активности, это первое, Дни открытых дверей. В этом году нам удалось провести Дни открытых дверей, и даже не в онлайн формате, да, очно. Вот, к нам приезжало около 300 иногородних абитуриентов, родителей, учителей, чтобы посмотреть. И получил живой отклик, очень понравилось ребятам, потому что наши ребята, студенты, были очень активные, они заинтересовывали, они рассказывали. Это был их собственный вот такой порыв, и это радует. Вторая у нас активность, это странички онлайн, где есть презентации кафедр. И каждый четверг, вот пока сейчас, мы проводим еще вебинары. Вебинары, на которые приходят даже из Якутска слушатели, то есть у меня были такие. В прошлом году вот это был Египет, да, когда присоединялись к нам, Подмосковье, Пенза, то есть присоединяется очень много регионов. Ну, что они узнают на вебинарах? Безусловно, то же самое, что я сейчас вам рассказала. Но у нас сейчас идут буквально с 3 июня, идут, даже раньше, извините, с мая, идут тематические вебинары. Мы приглашаем по одному, по дво представителей кафедр и знакомим, то есть еще раз проговаривают о том, что изучают, да, что интересного, чем заниматься будут потом, куда трудоустраиваться. То есть это вот очень полезные вебинары для того, чтобы определиться, что я хочу и что я могу. То есть вот это самое главное. И, конечно же, наша выигрышная ситуация Саровского физико-технического института в том, что у нас базовый вуз для Федерального ядерного центра. И даже сами представители, кто бы что бы ни говорил ядерного центра, говорят о том, что здорово готовить здесь. Потому что они сами приходят, они под себя затачивают, они дают ту информацию, которая необходима. Кроме этого, наши ребята проходят практику, они адаптируются. То есть вот иногородний или просто какой-то новый, да, молодой специалист, приехав в НЕВ, он будет адаптироваться год-два. И это будет достаточно сложный процесс. Наши уже адаптированы. Они уже в тематиках разбираются, они уже в направлениях разбираются. Поэтому, конечно же, поэтому большинство ребят, которые к нам идут, они идут за делом на Федеральный ядерный центр. Но, опять же, наши все ориентированы на то, что они закончат бакалавриат и магистратуру. Потому что без магистратуры Федеральный ядерный центр, ну, им молодые специалисты такие неинтересны. Поэтому, конечно же, вот такие тематические вебинары позволяют определиться, что это. Теоретическое такое исследовательское направление с программированием или просто инженерное направление, да, с тем же самым программированием. Нюансы некоторые позволяют это все определить. Кроме этого, у нас есть еще ряд активностей, связанных с индивидуальным сопровождением абитуриентов, которые к нам приезжали на день открытых дверей, ходили к нам на курсы, они заявились. И мы им сообщаем либо через мессенджеры, социальные сети, телефонные звонки, мы им сообщаем о том, что у нас здесь происходит. Поэтому, кроме этого, вот где-то с июня мы уже будем проводить два раза в неделю вебинары. Один раз утром, другой раз вечером. Там уже будем уже подробно рассказывать и о рейтинговых списках, и о заполнении вот этих информационной системы, и о подаче заявлений о согласии на зачисление. То есть вот те нюансы, которые не всегда с первого раза понятны. То есть я всегда говорю родителям и абитуриентам, если вы каждый год бы поступали, то вам было бы это понятно и знакомо. А так, как вы первый раз, то очень многие вещи остаются непонятными. Поэтому вот такой момент. Кроме этого, я хочу сказать, что с прошлого года у нас с руководством принято такое важное, я считаю, программа такая важная, которая позволяет обезопасить желающих поступить к нам, это программа образовательный бонус. Там есть ряд условий, нужно подать документы именно в тот момент, когда подаются на бюджет. Там должно быть определенное количество баллов, они каждый год устанавливаются. И суть его в чем? В том, что если, например, вот как в прошлом году у нас молодой человек, единственный пока поступил, он подал вовремя документы, он подал на бюджет, но, к сожалению, со своими 193 баллами, или, нет, наоборот, 190 баллами, он не прошел на бюджет, был проходной 193. При соблюдении всех условий он у нас попал на этот образовательный бонус, на эту программу. То есть он сейчас уже первый семестр не платил, за него платил ВУЗ. Второй семестр, насколько я знаю, у него успешно сданы экзамены, не было ни прогулов, никаких нарушений дисциплины. То есть, по сути, дальше у него, либо он все 4 года так проучится, за него ВУЗ будет платить, либо освободится бюджетное место, и у него приоритет при переводе на бюджетное место. То есть вот такая программа для такой хорошей мягкой подстилочки, она тоже есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова